Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и Зарипов открылся и очень точная стена... Ну что же, 2-0, сборная России впереди. Удалось на старте этой встречи использовать нам первое же удаление у соперника. Ну и на этой волне продолжает наша атаковать. Александр Радулов делает дубль. Смотрите, абсолютно неприкрытые игроки. И к тому же Зиновьев-то отдать посмотрит, что он и сделал. Каким-то удивительным образом никто не атаковал ни Зиновьева, который находился за воротами, ни Радулова, который подъехал. Ну что здесь мог поделать голкипер, он отчаянно вертел головой, пытаясь понять, что произойдет. Французы очень неплохую игру показали в обороне со швейцарцами. И вы правильно Роман сказали, даже там были у них шансы и зацепиться за результат и сравнять счет. Антон Курьянов не сумел пробить французского голкипера, а вот его партнер сумел. В последнее время действительно Пережогин немножко сбился в прицел, и ему не хватало вот этих голов. Но вот здесь самым расторопным Пережогин оказался, да, действительно потерял, потерял голкипер французской команды шайбу из-за еды. Расстрел Ильи Ковальчука не проходит, попадает шайба в конек Винсану Баше. И французы мчатся в квадратаку. Отличная комбинация и ЭКФ забрасывает. Говорите, осилили слабость и французская команда, комбинация была просто красивая. Посмотрите, они разыграли. В два паса расчертили зону защиты российской команды и бросок 84-го номера трехцветных. На скамеечке штрафников и сборная России во вторую. Раз в этом матче получает численное преимущество. Терещенко прошел, да, его реализует. Заслуг Терещенко, вот смотрим, хочет отдать, шайба вылетает. В другую сторону, попадает в конек сопернику. Ну тут Терещенко надо отдать, конечно. Дозный не потерял шайбу из вида, побороться до конца, несмотря на противодействие защитнику. Молодчик, Леша. Да, великолепный гол. Алексей Терещенко очень результативный для него. Крайнего, нападающего, исполняет. Вот Терещенко после великолепнейшей победы. Ну а что касается Даниса Зарипова. Видимо, он не примет сегодня участие в игре, да. Как-то он, наверное, небольшое повреждение. Не стали рисковать тренеры сборных. Да, в принципе, нет необходимости, все ладится. Ну и, может быть, опять же, вот это постоянное... Вот во втором периоде чаще выручает своих партнеров. Тем более, мы видели, что тренеры команды Франции... Ну, не дальник их шансов. Ну а вот свой вратарёк Солковского заменил. Пять. Кстати, они уже запели вот до забросанной шайбы, после того, как французы два отрезка провели на шестой. Как честно, вот у Ерёмникова отмечаю, но бросок между щитков до него просто не берущих. Первый гол и вот сейчас. И вот мы помним эти все улиты. Ну, здесь реконтажет, конечно, у него не счастье, но просто... Как раз уловили перемену в настроении российской команды. В этом эпизоде даже не пытались они выкатиться в контратаку. Панически отбрасывались. Ну, вот, пожалуйста, обещанная шайба. Написал лишний балл за результативность Ее Ковальчуку и сказал, что да, должен отличиться. И смотришь ты. Вторая шайба. Ильи Ковальчука в двух матчах. На этом первенстве здесь не было у Ферки ни единого шанса. Александр Пережогин. Очень хороший передатель, когда так.